Когда стало понятно, что к лету пандемия не закончится и приемную кампанию нужно переносить в интернет-пространство, ВУЗы нашей страны начали активно к этому готовиться. Сарфуты и Ниелу Мифи устроил виртуальный день открытых дверей на своих интернет-ресурсах. Также ВУЗ организовал несколько каналов взаимодействия с абитуриентами. Это консультации по телефону, переписка по электронной почте, сообщения в личных кабинетах, обратная связь через соцсети. Также сотрудники приемной комиссии по понедельникам стали проводить вебинары. На всех наших сайтах и в группе ВКонтакте размещены ссылки. И в определенное время, это в 11 утра или в 7 вечера, для того, чтобы родители работающие могли подключиться, ребята входят по этой ссылке и задают вопрос. Вчера у нас, например, был вебинар, так как только-только были утверждены сроки. Я ребятам рассказала о сроках, о том, как будет проходить поэтапное зачисление. В этом году даты ЕГЭ постоянно сдвигали. Такая ситуация вызывала напряженность у абитуриентов. После утверждения расписания единого госэкзамена Министерство науки и высшего образования утвердило сроки подачи документов и сроки поэтапного зачисления. Если магистратура будет подавать документы до 5 августа предварительная аспирантура, то бакалавриат ребята будут подавать буквально до 18 августа. И зачисление уже будет в последних числах августа. Но к 1 сентября все будут зачислены и 1 сентября начнется учебный год. На данный момент у нас уже 21 обработанное дело на все уровни образования и бакалавриат, и специалитет, и магистратура, аспирантура, и политехникум. И еще около 20 дел находятся в обработке. По правилам приема выпускники могут подавать документы до сдачи ЕГЭ. После того, как результат станет известен, система автоматически обновит все данные. Также после ЕГЭ определится проходной балл. Для некоторых категорий абитуриентов есть вступительные испытания. Они их проходят те, кто имеет диплом среднего профессионального образования или граждане, которые хотят получить второе высшее образование. В магистратуру и аспирантуру все студенты поступают на основании конкурсного отбора, то есть дают тесты по ряду предметов. В этом году экзамены дистанционные. У нас будет работать система «Проктор-еду». Это система, которая позволяет идентифицировать абитуриентов, отслеживать процесс написания, все это фиксировать. Ну а потом наши сотрудники будут проверять сотрудники вуза. Ну и вторая категория – это ребята, которые поступают в магистратуру, аспирантуру. Для них обязательное вступительное испытание в виде собеседования по тому блоку, что они изучили. Для будущих аспирантов добавляется экзамен по английскому языку. Все это также пройдет дистанционно. Для вуза такая форма взаимодействия сложности не вызывает. Весной отработали все механизмы и настроили программы. Онлайн-экзамен и виртуальная подача документов – это плюс прежде всего для иногородних абитуриентов. Заявление уже отправили ребята из Арзамаса, Дзержинска, Нижнего Новгорода и Каира. Ожидается личное дело из Приморского края.